друзья всем привет уже больше двух недель я нахожусь в германии все только потому что робот не умеет продавать на экспорт автомобиле нам пришлось сделать новую схему но с учетом того что я еще здесь в германии эпопея еще не закончилась но давайте обо всем с самого начала хорошая инсталляция в городе борисполь вернее даже не в городе в аэропорту такая интересная раньше я не видел тут все книжное представлено значит почему мы летим в субботу дело такого рода что с понедельника в украине в частности в киеве жесткий локдаун и нас тупо могут не впустить поэтому для того чтобы не было у нас сюрпризов мы вылетаем на два дня раньше для того чтобы именно пройти и пройти без каких-либо сюрпризов немецкую сторону потому как если мы вылетаем в понедельник а напомню сейчас у них пасхальные праздники то там могут быть сюрпризы поэтому перестраховываемся вылетаем на два дня раньше вот уже погасили традиционно последними пассажирами вон там же никому нету бегу самолет засиделся видео клепал в общем лечу самолет самолет не полностью полный самолет у нас такой заполненный назовем это процентов на 80 немного людей летает и большинство из них если такие немцы аэропорт франкфурт на майне нас впустили значит три раза уже общались с полицейскими первый раз сразу же при выходе с самолета проверка паспортного контроля второй раз естественно уже сам паспортный контроль а третий раз я отхватил общение за то что общался без маски то есть я захотел снять видео без маски и мне сразу полицай иди сюда девять минут общения решили вопрос а вообще самый такой шустрый аэропорт франкфурта не такой уж он и забиты все по-прежнему пусто пандемия вырует сейчас мы на электричку и поехали дальше к месту назначения самое интересное было когда самолет практически касается земли и снова взмывает небо и начинает кружить над франкфуртом идти на второй круг ну так не не могу сказать что было как-то страшно страшно совершенно не было наверное был какой-то боковой ветер либо же какой-то впереди идущий самолет не успел закончить маневр ну почему там нам нужно было пойти на второй круг как-то так сейчас гостиница и еда душ и наверное а как вы думаете что правильно делать видео 8 утра германия франкфурт тишина праздник все наверно празднуют улицы вообще глухие никого нету какая-то машина проезжает поедем скоро кататься на электросамокатах благо погода позволяет потому что честно говоря этому будет с утра дочь франкфурт на майне едем вдоль майны катаемся на самокатах вот такие гуси сидят вдоль дороги смысле вдоль всего берега и абсолютно не бояться людей летает малая авиация просто красота воскресенье утро 4 апреля но тут как-то так слегка прохладно пусть есть амортизаторы но вы нифига не отрабатывает нормально и вот еще вот это все на которых мы ездили не прикольные нужно этот самый а работает беспроводная у меня нет а это она у меня телефон не влазит не он растягивается у меня по ширине не влазит раз уж нас застала весна во франкфурте то почему бы не поесть мороженое кстати черничная с фисташковым никогда не думал что будет такой очень интересный оригинальный вкус честно скажу не ожидал очень прикольно ну была бы да какая-то другая тревел передача то можно было бы запросто сказать рекомендую а так просто поверьте на слово незаметно загулял в центр города только уже не старого можно сказать нового потому что везде новострои стоят красивые аллеи и несметное количество людей гуляющих весной повеяло красота надоело ходить сейчас возьмем еще один самокат на прокат ну в общем берется так заходим в приложение сканирую вот эту штуку пункт 1 евро стоит старт и 19 евро минута пользования 19 евро центов минута пользования все окей он лак бокс бог ё-моё даже шлем есть пока нет людей попробую проехать с одной рукой очень неудобно так и еду не 20 километров в час а всего лишь снова пап до 100 тысяч не пью поэтому так беру в управление две руки потому что люди и поехали теперь уже с максимально разрешенной скоростью 21 километр в час все-таки на самокате можно упасть и травмироваться когда едешь очень не они аккуратно вон руку и вот руку чуть-чуть забер самая тема становиться и взять по кофейку потому как насыщенная поездка была обычно немцы не хотят чтобы вы снимали здесь аж аж приветствуют руками машут да так вот прокатились мы по городу аж на 13 евро я не знаю сколько это километров но мы дофига катались я уже упал да ради сад возьми короче классно настроение будет на завтрашний день заряжен просто бомби я значит завтра все должно быть хорошо здесь я пытался насладиться красотами германии не через окно автомобиля а вот так воочию пойти погулять отдохнуть расслабиться не как водитель а как турист но если бы я знал что через две недели я еще буду здесь и единственным неутолимым желанием у меня останется поскорее бы вернуться домой возможно я бы не был таким радостным хорошее прохладное немецкое утро пролетает снежок но мы уже 6 утра грубо говоря стартуем в другой город для того чтобы к 9 приехать и в отличие от вчерашнего дня в 6 утра вот тут уже есть какое-то движение тут уже ездят машины тут уже весело тут уже хорошо но вчера в 11 часов здесь было как будто в какой-то умершей деревне или же правильно сказать город призрак не знаю вот когда выходной день у немцев они не знаю чем они занимаются может где-то хотя и пабы закрыты хотел сказать может где-то отмечают бухают или еще что-то нифига все закрыто не понимаю но с утра уже есть движение и в это же движение поехали легкий видосик о том как volkswagen казалось бы да уран дофига держит полосу вот сейчас уже секунд наверное 30 как наверное мы едем ну приблизительно где-то так и он только сейчас ругнется на то что полосу нужно держать но имеется виду возьми руку управление в свои руки но пока сопротивляемся то есть вот он сейчас что-то там реагирует и вот только теперь нет это еще не но проснись испугался он сам для того чтобы человек не засыпал то есть вот все начал сопли пускать кунять первый сигнал проигнорировал второй сигнал проигнорировал потом такой тормоз все просыпается сразу прилив адреналина в кровь интересно на вауди такого нету поясняю чё произошло приехали по договоренности во вторник как обещали в 9 утра проехали даже раньше в половину 9 по немецкому времени и я уже даже грешным делом подумал вот этот вот mercedes это наш он очень похож но чуть-чуть не такой по комплектации обращаемся на mercedes спросить а где же наш mercedes они говорят здесь он недалеко здесь он 40 километров от этого города где мы находимся и посмотреть мы машину можем лишь только завтра в 15 часов но непонятно как 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 то ли сложности перевода то ли кто-то английский недопонял то ли еще что-то потому что договаривались на английском языке вот такая вот ситуация с которой случилось которая случилась вот у меня грубо говоря 6 августа у меня такого очень давно не было обычно немцы порядочные эпидентичные люди когда с ними договариваешься то все получается нормально а вот здесь вот такой вот легкий залет чем мы делаем дальше смотрим сразу автомобили которые есть в подобной комплектации тоже 20 21 год ближайшая машина ну из того что подходит 350 километров от нас вроде бы уже все почти ударили по рукам но там можно осматривать автомобиль на информации сказали с тестом на коронавирус который не старше одного дня вот только с теста можно заходить к ним и делать осмотр для меня это такая легкая новость сейчас договаривается наш немецкий друг с дилером продавцом который продает этот автомобиль с хенглером непосредственно для того чтобы осмотреть там на в масках в перчатках на улице этот автомобиль но вот пока имеем такой залет пока планы через колено сломаны я немного офигевший вроде бы вроде бы вроде бы аж аж речь ломается ладно пока пока в режиме ожидания ситуация в принципе часто и ничего страшного здесь нету есть еще один автомобиль но все та же ситуация машину мы не можем купить на экспорт и все та же проблема мы сталкиваемся с тем что машину будет продавать нам робот здесь нужно подождать пару дней почему пару дней вылилось в несколько недель об этом будет отдельное видео но сейчас уже на стадии монтажа это будет отдельная история ну а пока на данный момент сегодня у нас что сегодня у нас 19 апреля и я еще нахожусь в германии и я еще не выехал а на секундочку прилетел я сюда 3 числа утром сегодня 19 и я еще здесь интересная тема похоже на наш чертову мост большая куча замков ну конечно я так понимаю их периодически снимают мост любви мост любви чертову мост порше вот это наша тема вот вот это наша тема 12 где с 19 года он здесь висит 12 0 3 19 повесили очень классная за счетная тема играют на гармошке или на баяне наверно правильно сказать вот такой он вечерний франкфурт на берегу вернее даже не на берегу а над д самим лайном ты прикольные собаки такие маленькие мочалки и пухнастые медведи красота добавить ничего старый город очень прикольное место красиво судя по всему где-то 18 век сейчас переверну вот интересное знаменательное место не знаю прикольно мне нравится хотя и мусор здесь есть и и бычки валяются и он бутылки всякие германии со чисто хрен там не совсем тут все и чисто ну то есть как бы почище чем у вас но все равно строча немного есть чувак заманивающий сюда дай мне денег дай мне денег я с тобой сфотографируюсь индия приехала на фотосессии шоу нюхал еду унюхал давай молодец на вторые сутки я научился выходить на балкон гостиницы и заметил как заметил я раньше обратил внимание о том что здесь дофигищи летает самолетов то есть самолеты тут летает как маршрутки он камеру прицепил вторую на так чтобы она снимала таймлапс и прицеплю покажу какое же здесь количество самолетов летает то есть вон там аэропорт франкфурта вот там вот туда они летят с учетом того что аэропорт франкфурта это очень большой аэропорт в европе не знаю самый или большой но очень даже может быть что самый большой потому как переезд между терминалами аэропорта там либо на автобусах либо на монорельсах там специальная электричка ездит такая в одном из своих видео я как-то выставлял и количество самолетов здесь конечно очень очень большое это с учетом того что сейчас пандемия народ очень ограничен движение вообще франкфурте в обычное время когда не было пандемии взлет посадка самолета здесь осуществлялся каждые 7 секунд то есть представляете огромное количество вот этой площадь самолетов он еще один кстати летит пока я пишу вот этот вот легкий комент я уже вижу третий самолет так вот чуть не ушла мысль когда представляете какая должна быть площадь чтобы каждые 7 секунд самолет садился с где-то останавливался разгружался загружался и потом либо же оставался до следующего перелета либо же загружался и сразу улетал то есть вот это вся здоровеннейшая махина она вот это вот в принципе франкфурт на майне вообще красота 24 этаж гостиница леонардо она кстати оказалась на 30 евро дороже чем хостел то есть я понимаю что я здесь застрял на четыре дня и мы сняли вот этот прекраснейший номер стоит этот номер 200 евро хостел стоил бы 150 на двоих это цена на двоих сразу верю потому что в других видео я как-то озвучивал то что мы там заплатили 300 евро за гостиницу еще чего-то мне сразу посыпалась куча хейта что можно запросто взять хостел и ребят никаких хостелов там спать с водителями которые ну в общем спать рюкзаком в обнимку с чужими деньгами точно нет это не мое и у нас контракте прописано принципиально никаких хостелов это сделано с целью безопасности поэтому обычные гостиницы эта гостиница имеет четыре звезды но я запросто бы согласился на 3 но здесь просто было очень хорошее предложение именно поэтому мы и согласились то есть 200 евро на двоих вот такой здесь видно мадрид вот конечно не уверен что экшн камера передаст ухты видно кладбище очень неожиданно выйти на балкон и понять что я живу возле кладбища здесь уже нахожусь вторые сутки первые два дня у меня голова в принципе просто не по еще один самолет летит у меня голова в принципе просто не поднималась от количества забот объем довольно большой вот но совсем справляемся вроде бы все нормально и вот сейчас вышел класс красота утро сейчас пойду на завтрак володя уже поехал бмв вести в сервисный центр тишь благодать я на кофе вышел с гостиницы ищу ближайший самокат есть приложение которое мне показывают что он где-то что он где-то через дорога ворон стоит за автобусом и вот я сейчас если конечно успею пойду возьму так значит в принципе нашел я это чудо для того чтобы на нем покататься нужно отсканировать qr-код где он тут хопа пункт сейчас это чудо должно сказать что он со мной согласен то есть один евро сейчас меня снимут старт покататься один евро все вот он включился показывают полная батарея старт один евро и 19 центов минута поехал кататься самокат классная тема до безумия то есть грубо говоря я за буквально 10 минут уже в центре франкфурта не так я доехал быстро еще тут покатался центр франкфурта колокольни и все все очень впечатляет поехали кататься дальше в центре города много полиции да и в принципе людей там где скопление людей там надо носить маску поэтому дел маску поехал езда по франкфурту бессмысленная беспощадная тупо заехал в тупик дорога закончилась науки едем в обратную сторону я понятия не имею где хотя с другой стороны можно он запросто телефон лежит кстати в это время телефон сразу еще и заряжается он уже показывает сто процентов вот я где а вот где-то вот здесь вот гостиница то есть я проехал не знаю сколько проехал до тебя интересно самокат еще полной батареи поехал кататься дальше видео свою часть я уже сделал дальше сейчас делают монтажерная я пока за двое суток выскочу да понаслаждаюсь вечерним франкфуртом самые шо ни на есть центральная площадь франкфурта ну я так предполагаю и с учетом того что сегодня рабочий день людей просто немеряно всем нужно сидеть дома но как минимум большинство подавляющее большинство людей ходят в масках еду дальше красный свет не могу продолжать движение прямо но в общем зачетная поездочка прикольненько мне все нравится ну что сейчас будет зелененький поехал я проехали на этом чуде 58 минут то есть практически час и заплатил 12 евро ну я не знаю как по мне за такое удовольствие очень даже прикольно утро гамбург практически 6 утра я уже иду на поезд вот если посмотреть вот это вот вокзал а за мной это гостиница специально брали так чтобы максимально близко чтобы я раненько встал и поехал значит коротко про день вчерашний если вдруг кто-то не понял что произошло я поясню значит поехали мы вчера по договоренности посмотреть мерседес говорили что мы там будем договаривались на вторник показывали билеты что мы прилетаем приходим машины блин извините нету машина осталась на тест-драйве и коль вы уже приехали мы ее на завтра вам подготовим и сможем продать ее не раньше понедельника вчера был вторник сегодня среда ждать практически неделю вот я и чё делать делается очень просто мы нашли другой мерседес классный практически на границе с нидерландами и поедем смотреть тот автомобиль и в общем окей звоним договариваемся за тот автомобиль и получается так что то машина если на в продаже все хорошо она на подходит по всем параметрам она нам подходит по всем критериям но нужно сделать тест на корону для того чтобы посмотреть тот автомобиль мы посмотрели несколько других и ближайшую же там на северном море за 600 километром поэтому ну окей пошли делать коры тест на коронавирус сделая тест на корону и после этого парни перестали брать телефон вечером позвонили сказали что этот парень которому я еду он очень сильно занят и завтра более-менее будет свободен я не сторонник ехать вслепую но в данном случае мы написали ему письмо о том чтобы этот парень наш подождал тест у меня есть скрин прицепили беда заключается в том что мы должны были сделать сначала тест потом его отправить согласовать когда мы поедем когда мы к нему попадем но вот этого согласования нету я иду вслепую еду я смотреть все тоже mercedes mercedes eqc если вдруг кто не знает что такое mercedes eqc это тот же самый gle только выдернули с него сердце внутреннего сгорания и поставили два электрических мотора один спереди и сзади батарейка внизу посередине зашили под нищей и назвали этот mercedes eqc то есть по сути коробка это от gle нового 836 мой поезд должен уже уехать соответственно идет сбой маршрута с учетом того что еду на трех поездах то возможно будет сюрприз с тем что придется искать другой поезд идентичные немцы не всегда они приходят только что щелкнуло время что он будет 8 50 соответственно легкий сдвиг но как мы уже знаем очень часто бывает этот легкий легкий сдвиг большим неприятным сюрпризом посмотрим чем обернется это в этот раз уже вторую 5 должен уехать а сейчас уже 9.38 вот как в германии бывает несмотря на то что поезд опоздал и сел я на другой поезд только что проходил контролюру проверял билеты и абсолютно все нормально нет никаких вопросов то есть я сел по тому же маршруту не изменил поэтому окей запросто можно ехать даже если билет нет на тот поезд хотя по тому же маршруту вот этот вот поезд который у меня за спиной он должен был ехать до места куда я собрался но осталось еще две остановки и он уже стоит минут 15 я точно понимаю что что-то не то видать я нэнси я нахожусь сейчас буду искать как ехать дальше непонятно нэнси я так понял вокзал сломался потому что на платформе не должен быть наш поезд 1107 грубо говоря сейчас 1105 стоит товарняк как так получается у немцев я пока не понимаю но нифига не понятно но очень интересно и и я уже опаздываю на полтора часа навстречу поэтому поэтому вот как то так не потому что я чего-то не знаю потому что вот такой легкий коллапс творится на железнодорожных станциях вот с левой стороны наверняка мой мерседес в смысле компания мерседес в которую я иду и где-то здесь на этой огромной площади стоит тот автомобиль который мне нужно осмотреть я очень надеюсь что у меня будет термин потому что если не будет то весь этот путь проделан зря хожу вокруг этого мерседеса все ворота закрыты ну то есть нему нигде не могу зайти пока не понимаю куда мне но сейчас будем чего-то искать видео по таймингу получилось уже слегка большое в следующей серии вы увидите каким образом приобрели вот это чудо каким боком оказалось тут ауди а6 и вообще каким хреном я вернусь в украину большое спасибо что досмотрели это видео до конца ну а с вами был николай тарануха киев компания один авто всем удачи на дороге всем пока пока а